Вот сейчас пришел процесс черепитрии. Сложно, корень рожен. А в условиях просто, корень рожен, мы занимаемся генетикой. То есть мы привести к научным всяких изобретателей, к научным деятелям, к самим причем, к моим руководителям, к золам зачитанным самым учительом. Это один из патентоведов научно-исследовского института МИИ-2, кашкового ящика. Мы занимаемся исследованием РУМ. РУМ это генетика, это лингвистик, это то, что мы читаем, как нас сознание информирует в общем космосе. Мы сегодня будем говорить об исключительных правах. Существует право собственности, а существует исключительное право. Это монополия. А монополия – это правовая экономика, плановая экономика. как-то нервничная. То есть плановая экономика – это производство вообще-то. Производство – это промышленность, это созидательная модель сознания, которая настроена на строительство, созидание, что-то построить, собрать, конструкцию, развести. И у нас в 2008 году вступила в силу четвертая часть гражданской области. До 2008 года мы все, все наши взаимоотношения жили, мы жили тремя частями. Все взаимоотношения в гражданском обществе поступили в четвертую. Четвертая часть, каждая последующая часть, и вот кто из вас юрист, каждая последующая часть трактует предыдущего. То есть четвертая часть – это крайняя часть. А четвертая часть – это авторские права и промышленная собственность. Это исключительное право. Исключительное право России в самом нахрен экономике. Что такое денежная масса? Я буду говорить иногда тезисно переставлять с темы на тему. То есть это есть некие пазлы, которые вы соберете в конце беседы. Более того, весь этот материал, который сейчас записывается, он будет автоматирован в фильм, в кино, в фильм. И этот фильм вставлен в сюжетную линию. То есть каждому из вас я приведу пример, образ того, что ваше направление можете получить, ваше направление можете получить, что вы как источник. То есть вот это изобретатель. То есть это тот человек, из которого проводится информация, и вот он его материализует в образ. А можно салфетку. В этих фильмах я приведу мнение экспертов, таких как Ефимова, концепция общественной безопасности. У нас просто нет понимания сути денег, что такое деньги. Потому что то, что мы слышим сегодня с экрана телевизора часто, для меня это полный нонсенс. Нам говорят, да, у нас вот вообще-то все есть, но нет денег. Извините, деньги это же просто информация. Или на бумажных носителях, или на электронных. Поэтому не может в стране не быть денег. В стране может не хватать строительных материалов, может не хватать леса, земли, может не хватать рабочих рук, может не хватать электроэнергии, но не может не хватать денег. Вот если вы мне сказали, что да, у нас вот не хватает рабочих рук, поэтому мы не можем реализовать программу строительства жилья для молодежи. Но если у нас есть земля, есть лес товарный, есть рабочие руки, есть молодежь, которая готова летом, и есть спрос на жилье, Так деньги просто нужно имитировать, так живет Япония всегда, она выпускает деньги только под инвестиционный проект. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Герман Оскаревич. Я скажу, может быть, вначале банальную вещь, но она выглядит как неразрешимая проблема. Первое, что нужно сделать, это во всей нашей системе управления, и государственной, и частной, поднять ответственность. Ответственность лиц, которые распоряжаются ресурсами, принимают решения и как-то эту политику формируют своими действиями во всех сферах нашей жизни. Мир переходит к новому технологическому укладу. Это колоссальные структурные перемены, которые требуют очень серьезных усилий, в том числе со стороны государства. Это время неопределенности, которое нужно снимать через субсидирование НИОКРОВ. Это и через льготную амортизацию. У нас резервы здесь огромные, до 5 триллионов рублей. У нас сегодня может быть через амортизацию запущено в инвестиции. Это период неравновесности. Для перехода к новому технологическому укладу требуются большие инвестиции. Норма накопления должна быть повышена как минимум в полтора раза. И такие возможности у нас с точки зрения нормы сбережения есть. Это фактор большущей неопределенности и неравномерности. Новый технологический уклад растет с темпом 35% в год. И очень важно понимать, где эти точки роста. И здесь без стратегического планирования, увязанного с институтами развития и с системой гибкого, дешевого, долгосрочного кредита нам не обойтись. Сергеевич, спасибо большое. Я о чем хотел бы попросить коллег. Знаете, есть такой старый анекдот про двух физиков, которые сидят в баре. Они хорошенько выпили, мимо них идет симпатичная девушка. Один другому говорит, посмотри, какое интересное сочетание атомов движется. Вот иногда разговоры экономистов мне напоминают подобную роду вещи, чтобы не переходили совсем на профессиональную терминологию, чтобы мы были понятны еще окружающим. Слово монетарная политика или стерилизация лучше не использовать, потому что не все понимают, что это такое. Итак, Сергеевич, я записал пять тезисов. Первое – это поднять ответственность. Вы считаете, что это вопрос номер один. То есть я перевожу это – поднять эффективность работы государственных органов. Всех государственных органов. Не только государственных, но и частных тоже. И корпоративного управления. Когда у нас возникла офшорная экономика, через которую укачается 85% инвестиций, это тоже вопрос ответственности частного бизнеса за соблюдение правил регулирования, за уплату налогов и так далее. Соблюдение ответственности частным бизнесом – это все-таки опять вопрос эффективности органов государства и госвласти. Либо правила неэффективны, либо органы, следящие за этими правилами, неэффективны. Посоветовали просто. Ну, воровать не надо, иным словом. И обманывать не надо государству. Понимаете, я пример приведу. Это очень важный момент. Вы помните, когда в ситуации кризиса финансового три года назад государство открыло печатный, запустило печатный станок и проимитировали порядка двух триллионов рублей на антикризисные меры. Значит, банкирам сказали, мы даем деньги не на спасение банков, мы даем деньги для того, чтобы банки сохранились, но при этом деньги должны быть доведены до реального сектора. В итоге мы получили падение машиностроения на 40%, потому что не были они доведены до реального сектора. А банки, сыграв на падение курса рубля, на валютных спекуляциях, получили около 300 миллиардов рублей прибыли. Вот о чем идет речь. Если мы договариваемся работать по какому-то стратегическому плану, каждый должен отвечать за свою часть. Окей, Сергеич, я про банки оставлю ремарку в стороне. Итак, поднять ответственность и корпоративного, и государственного сектора. Дальше. Планы для госкорпорации, отдельно госкорпорации, поднять ответственность и эффективность госкорпорации. Третье – это изменить монетарную политику. Это отдельная тема, думаю, что стоит, наверное, не поговорить. Слово монетарная политика меняем на денежную. Снизить ставки по кредитам и новый технологический уклад. Новый технологический уклад – это тоже такая штука. Я думаю, что лучше оставим этот термин в покое, потому что новый технологический уклад – постиндустриальная или индустриальная революция. Это очень такая специальная тема. Давайте попробуем как-то более-менее понятным языком все-таки сказать, что мы имеем в виду под новым технологическим укладом. Я поясню, Герман Скорьевич. Это всем уже хорошо, я думаю, в зале известно. Комплекс технологий, который сегодня поднимает экономику, информационно-коммуникационные, биоинжиниринговые и нанотехнологии, растет с темпом 35% в год. Это так же, как 50 лет назад, в период предыдущей структурной перестройки, возник комплекс информационно-коммуникационных технологий, который рос 20 лет с темпом 25% в год, выступая локомотивом экономического роста. Так вот, если мы не будем об этом говорить и как-то оставим в покое, то жизнь нас оставит покойниками, если мы этого не будем делать. Антон Борисович сидит в живое свидетельство о том, что правительство не только говорит, но и что-то делает в этом направлении. Все-таки мы говорим о том, что нужно изменить. Правительство очень много на эту тему говорит. Что нужно изменить для того, чтобы этот новый технологический уклад возник? Финансировать нужно. Финансировать. Окей. Все вопросы к Антону Георгиевичу. Данилов, который сегодня формирует новую систему Новороссии, то есть новая Россия, новое правовое пространство. То есть мы живем в Ленинском праве. То есть мы шли в третьем реме. Третьем реме – это Россия, Ленинское право. Мы живем в правовом пространстве Ленинского шага. В Новороссии строится новая площадка. Она заявлена как крупное право земству. Об этом говорит наш президент Российской Федерации Ленинского шага. На самом деле всё так и есть. Но без этого мы никак. Конечно. Именно это я имел в виду. Это дух культуры. Но единственное, что хотел бы добавить, всё-таки у вас вопрос прозвучал, возможно ли это. Я считаю, что возможно. Просто это требует времени, общих усилий, наших общих усилий, усилий всеобщества, усилий деятелей искусства, средств массовой информации, политиков, чиновников на всех уровнях, самих граждан. Это процесс. Но я уверен, что он может и должен быть позитивным. Ведь на каком-то, вы же как историк знаете, это, и, кстати, Сан Савич Слаженицын тоже на это ссылается, земства у нас всё-таки заработали на каком-то этапе нашей истории. Да, да. И прервали опять радикалы. Да, но если тогда это было возможно, почему это сейчас невозможно возродить? Думаю, что можно. Основная идея для предпринимателей, которые мы хотим донести, то, что они, обращаясь к власти, к бюджету, не получают денег. То, что они хотят дать нам денег на реализацию каких-то новых наших идей. А бюджет, он формируется за год, то есть в прошлом году. То есть он формируется из заявок, из-за потребностей. А сам предприниматель в этом году, он же не подал заявку, то есть откуда у него денег нет. В бюджете этих денег нет. А что такое денежная масса? Денежная масса, это, говорим, товарная масса. Здесь, в этом видео, мы поднимаем тему создания товарной массы. Товарная масса между Новороссией и Россией. Что такое товарная масса? Товарная масса, это совокупность имущества. А точнее, прав. Что такое деньги вообще? Многие считают, что деньги, это кровь экономики. Но это неправильно. Кровь экономики, это товарная масса, как бы так сказать. Вот что такое кровь реальной экономики и кровь любого общества. Беда нашей экономики в том, что мы неправильно понимаем сегодня устойчивость нашей валюты в целом. Устойчивость валюты обеспечивается исключительно и только реальной товарной массой, которая производится в стране. И то и добавленной стоимостью, которая в стране создается. Исключительные имущественные права, вообще имущественные права, они формируют товарную массу. Я приведу простой пример с простой логикой. В том помещении, где вы смотрите это видео, обернитесь вокруг. Посмотрите, вы видите предметы, видите какое-то имущество. Это помещение, условная локальная территория, условная территория государства. Условная территория государства с имуществом. Что такое имущество на этой территории? Оно представляет из себя товарную массу. Эта товарная масса сбалансирована с денежной массой. Если каждый товар, каждое имущество учтено, даже те предметы, которые находятся в тумбочках, в ящичках, которые не видно с первого взгляда, они тоже известны, они тоже учтены. Но если вы выкопаете клад, который раньше был неизвестен, то товарная масса увеличится. Увеличится имущество. Прозойдет дисбаланс между товарной массой и денежной массой. Вот жизнь устроена так, что стереотипы, навязанные в обществе, они очень тяжело преодолеваются. Деньги, деньги, деньги. Деньги – это просто отраженная стоимость наших возможностей. То есть, к примеру, у нас есть лесоматериал, у нас есть строители, у нас есть рабочие руки, у нас есть спрос на жилье, но нет денег. Так если нет денег, ну, ребята, их надо напечатать. Деньги же – это информация. Деньги – это информация о том, что у нас есть. Вот если у нас нет дерева вообще, а мы печатаем деньги, чтобы строить дома, ну, тогда, конечно, у нас ничего не получится. Но если у нас все звенья технологического процесса есть, включая потребление, то денег нужно напечатать. Вот по некоторым нашим оценкам, денег в России на сегодня просто нужно тупо напечатать, безинфляционно, ну, по крайней мере, в 10 раз больше, чем их сегодня есть в обороте. И инфляция никакой не будет. Хотя этот стереотип о том, что если вы увеличите количество денег, то возрастет инфляция, он абсолютно порочен. Почему? Инфляция возрастет только тогда, когда вы деньги запустите в сферу производства. Но если вы запустите, в сферу потребления, но если вы деньги запустите в сферу производства, то откуда же у вас инфляция? У вас был один завод, который выпускал там строительные материалы. Вы построили второй завод. Этих строительных материалов стало в два раза больше. Они подешевели в цене. То есть, чем больше денег вы напечатаете, тем ниже будет инфляция, тем ниже будут цены. Вот если, конечно, грамотно управлять деньгами. Товарная масса, это на самом деле, это не только. Именно товарная масса, а товарная масса – это документы. Это портфель документов. Это портфель виртуальный, архитектуры, документы, права, намерения, заявления, оценки, да, для государства. Это является имущественным правом. То есть, имущественное право. А имущественное право, в целом, формирует товарную массу. А товарная масса – это основа для чего? Для получения средств, денег, да. То есть, сегодня вы формируете товарную массу, а завтра вы получаете на основе документов о формировании товарной массы те деньги, которые вы заявляете. Верно? Доброе. Изобретатель, почему ваше изобретение никому не нужно? Сколько это не ваше? В 46-м году началась холодная война, которая была проиграна в 91-м году. Проигрыш был сначала военный, это буря в пустыне, то есть, демонстрация полного превосходства, военного превосходства американцев. Значит, это было воздушно-космическое превосходство, более, так сказать, то есть, это была победа электроники. Ну-ка, у нас куча, если вы помните, ну, и все, что-то кучу. Холодная война была проиграна. Напомню, значит, что тогда, собственно говоря, происходило на материальном плане. На материальном плане почему была проиграна холодная война? Холодная волна была проиграна потому, что, значит, Советский Союз упустил возможности войти в пятый технологический уклад. Пятый технологический уклад это микроэлектроника, информационные технологии, профессиональные компьютеры, интернет, мобильные телефоны, мобильные ну, а до этого, собственно говоря, если бы это наложено, то это, собственно говоря, система управления, выстрел поражения и так далее. Вот этот пятый технологический уклад Советский Союз пропустил. он в него не вошел. Почему? Потому что американцы осуществили успешно стратагему, стратагему это военный хитрис, не путайся стратегиями, когда было обозначено ложное направление развития техники и в это ложное направление Советский Союз и был затянут. Что это было за ложное направление? Если вы помните, то холодная война развивалась на материальном плане как соревнования в космос. Космические технологии выглядели как прорыв с точки зрения энергетики, то есть это ракетная техника, это то, что было создано Королевым и так далее, да, действительно, космос там, помните, значит, эти все вещи, кто быстрее, мой Вася, ты сам в первую будущую луне, такая песня, вот, лунник, значит, там, значит, Союз Аполлон, вот, потом Сой, это все был космос. И под прикрытием этого космоса развивалась под прикрытием этого космоса развивалась электроника, микроэлектроника, умная система информационного технология. все силы были брошены в космос, но еще по энергетике, а энергетикой занимались, помните, камаки были, управляем термоэлемой, в космосе, наше территория платит дань, вот, значит, вот полезных ископаемых до детей. Войну проиграли, 40 лет воевали, проиграли войну. Любой проигравший без исключения, исключения в истории в миллионы войн было нет, любой проигравший подпадает автоматически под контроль со стороны победителя. Неважно, кто это проигравший, а какая разница, какая разница, почему проиграли, факт проигрыша налицо, все, проиграли, платите. Сотни тысяч российских детей выводятся в Соединенные Штаты, так же, как они вывозились и в старые давние времена, когда на Русь или на Россию оккупанты приезжали и вывозили детей. И сейчас вывозятся. Вы не знаете ни одного случая, это издевательство было в этом соглашении, когда написано, что соглашение взаимное. За всю историю не было ни одного ребенка, который бы в российскую семью попал из Америки. А в соглашении написано, да это все взаимно, взаимно, только вывозить вы должны, а как бы теоретически может быть и американский ребенок. Ну смешно. Это просто обычный механизм вывоза Даня в виде детей. Так об этом и говорите. Что врать-то? Проходит время, человек оздоравливается, проходит болезнь, он выздоравливает, просыпается от сна, но итог этого сна это разделение, каждый сам засидел. Это процесс распада. Это модель мышления, анализ, анализ, выделение, аналитические отделы, аналитики. А помните, у нас в СССР были отделы прогностики? это совершенно противоположное состояние ума, мышления. Есть такая даже наука фрагностика, она основывается на системе, а в нашем случае эта система древней славянской буквицы. То есть мы занимаемся исследованием лингвистика деревенья славянской буквицы. А это генетика, генетика мужчины. Так вот, предприниматель сегодня совершенно в рамках закона правового пространства и имеет возможность взять изобретение у человека, который напротив вас, и задать ему. А где, а где, какое-то устройство, которое будет отличать овощекранилище, которое мы хотим построить? Он решает задаться, применять какое-то новое чечническое решение. новое техническое решение, которое потенкуется. То есть она регистрируется как исключительное право. И в это исключительное право, как приниматель сам, по доброй воле, по осознанию того, что благополучие это получение, а благодать дать, отдает часть государства, вписывает туда государственные учреждения, директорства, детский сад, дом пристает. Быть может, какого-то стратегического партнера этого профиля по овощехранению. И что он в итоге получает? Он получает в итоге патент государственного частного партнерства. Это цельная бумага, государственная бумага. Вот вы понимаете, о чем это? Чем отличаются ваши патенты, которые никому не нужны, от той модели, которую я сейчас рассказываю. то есть в этом патенте не только вы, но и государство. Ну и вот все эти люди, которые вот сегодня сидят за столом, сегодня мы можем придумать какое-то устройство, какую-то полезную модель, и вот все эти люди под цифровой протокол. Что это такое тайнерский право протокол? И все здесь авторы, и все есть право обладатели. И вот ваша связь как производителя с предпринимателем и потенциальным строителем этого всего. Это ваши совместные имущественные права. Вы здесь в одном направлении. Как капли во время дождя. Ха! Понимаете? Кто я, по-твоему? Ты всего лишь плотское тело, а я твоя истинная сущность. ? Я ненавиде. Я ненавиде. но как вау? Я ненавиде. Я это ненавиде. Все таково, каково оно есть. Все отвергали меня с самого рождения. И это именно я переживал великие страдания. Как ты можешь говорить, что я не твое истинное я? Ничто в этом мире не имеет собственной сущности. Невозможно ты отделить от я. Посмотри на дождь. Каждое существование подобно отдельной струе, связанной с собственными мыслями. По сути же, весь поток состоит из неисчислимых капель, падающих с одного и того же неба. И самое важное, что все они летят в одном направлении. Главное в учении Будды осознание этой истины перестать цепляться за я и мое. Достигнув просветления, человек может жить без страданий. Это и есть нирвана. Настало время осознать, нет никаких я и мое. Настало время остановиться. А когда вы оцениваете, а что такое изобретение? Он же основан на каком-то аналоге, да? То есть, отличается тем, что... И этот аналог, он имеет хозяйственную модель, он оценивает. А когда происходит оценка, становится... Образуется капитал образования происходит. То есть, создается товарная масса. Товарная масса создается вкупе с кем? Государству. То есть, вы государству даете товарную массу, основу для вашего следующего, будущего финансирования, которое вы на следующий год заявите. Это просто. Вот именно вот в этом простом понимании, я тут просто, я думаю, вы рекомендуете. Слове просто будет просто. Наша задача дать вам это знание. Кстати, это самое. Рассказать, записать, смонтировать. И еще раз, во вторую очередь, дать вам этот доступ. Капитал образовывается. То есть, сначала давайте, сеете, сначала берете зерно и даете это зерно почте, а потом собираете. То есть, благо дать, а потом благополучие. Это государственное, частное партнерство. Создание. Что вам? Это новое поселение. Новое поселение отличается тем, что на территории этого нового поселения какое-то устройство, да? Отличается устройство. У вас промышленная линия, промышленная линия отличается тем, что в этой промышленной линии есть новизна, как это устройство. Вы себе делаете, государству делаете. А государство, государство в этой формуле занимает миноритарную долю. Оно не управляет, не обладает прямым управлением в этом процессе. Оно вам передает в управление, вы управляете государственной долей собственности, и осознаете, что государство – это мы. Оно все в этом правовом пространстве, которое мы на сегодняшний день имеем. Это просто шаг вновь. Это действие, которое не было в течение 20 лет последних. Но наши родители это помнят, это элемент экономики Советского Союза, мировой экономики. И мы находимся в этом правовом пространстве. И здесь только шаг – это понимание, осознание и гражданская ответственность. А в данном случае, я сейчас приехал, где последний год был. В прошлом году я попал в Крым. В Крым попал и попал в ополчение. Был в штабе, занимались моим статистическим планированием. После этого я вернулся в Центральный Министерство России, в Тверь. После этого я поехал на Украину. Впоследствии непродовимые суды я не пустили на Украину. Я вернулся в Крым. И из Крыма попал под ополчение. Поехал на Ленту. Лента – это граница. Нарвокер – это километр. Мы там занимались монетарной помощью. Вот люди, которые сейчас находятся в Новороссии, они говорят, а мы втянуты в войну. Понимаете? То есть это вот сознание втянутого в войну. А мы не знаем, за что мы воюем. А вот, ну-ка, сформируйте-ка нам статически наш тыл. А вы в тыл. А за что они воюем? А вот в эти новые предприятия можно включать герои гранитов. Какие-то семьи из Новороссии. Открывая новые вот эти предприятия – это образование, рабочие силы, это миграционный вопрос. Это целый комплекс. Это государственная деятельность, это государственное частное партнерство. Это больше ответственности. Когда ты берешь больше ответственности на себе, Война всех разъединяет, всех соединяет. Только если смысл, то она… Ну, она есть, здесь и сейчас. Она есть, да. Даже если самим себе задать вопрос, что вот десять лет ее не было, мы о ней, во-первых, ну, пусть мы о ней не знали, да? То сегодня она присутствует в нашей жизни. Пусть даже информационно, слава Богу. Так. У других людей там жертвы, да, у других людей. Вот. Но это сигналчик, колокольчик, что надо, ну… Отменять, что ли? Да, что-то вот раз, прикати в созидательную сторону. Создательная сторона – это создание, созидание, ну, соединение, это слияние. Вот человеку, четвертая часть Юриданского полуства Федерации – это военная струня. Методология. Методологическая струня. Он… Это двойное значение – это слияние, поглощение. Все ваши, вот, все ваши задумки вот эти все люди могут реализовать. Вот. Вот. А вы для всех этих людей можете создать полезные решения и сформировать не только для них основу их дохода, но и государство товарной массы. Россия вырастет. Создаете прирост в бюджет. На камеру-то можно вам пару вопросов задать? Конечно. А, без камеры? Конечно. А почему без камеры? Вопрос такой. Хороший вопрос – это же публичность. Это, более того, это знаете, что такое? Знаете, что такое? Это… 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 Про девчонок? Да. Нет. То есть вы так говорите про зазидание, но сейчас вот у нас что было вот такое? Это был дефолт, да, своей формы. То есть народ кинули в России весь. Это не так. Просто в жесткой форме кинули. А вы обиделись, что ли? Нет. Правительство все еще на ходу. Оно должно было в отставку давно уйти. В других странах это так произошло. А у нас что? Информационно идет Украина, Украина, чтобы отвлечь нас вот от этого. Что у нас-то, в правительстве? Получается? У них-то, мне кажется. Что интересно, буквально два дня назад интересно. Вот мне смешно стало. Утром кофе-пиво идет в программу этого. Ну, утром-то. И показывают деревню Прибалтика. То есть люди уезжают в деревню брошенную. Ну, вы говорите, ну вы, наверное, сто километров от Москвы так же. Что вы показываете? Что за сюжет? Что за журналисты? Ну, так вот о чем сейчас? Я вот не понимаю речь-то. Вы там говорите, вот, мы там сподвинемые. Так и ситуация нас уже кинула. То есть они, олигархи, округа вот этого правительства и всего, они с деньгами люди. У них денег много было. Они знали, что сделать. Они специально это все сделали и карманы набили. Из народа ушли деньги все. Так? Почему Европа там эмбарго, все равно наше правительство ничего не делает так? Ну, такого серьезных шагов, чтобы все это остановить. Давно бы остановили, если бы это был Советский Союз. Краны бы все перекрыли, пушки направили. Все бы прекратилось в два дня тогда. Это не делают почему? Потому что у этих людей счета в швейцарских банках, в Европе. Доллары, евро. Правильно? Те им сказали, говорю, ну слушай, попробуйте, мужики, мы же ваши деньги до завтра и стоим. Нет. Это все, Андрей, это долл. Я не знаю. У нас вон вреда долл говорили, парень. Я вижу, что такое. Прогнозирование, и все вот это вот... Влага, и так далее, и так далее. А что вот до сегодняшнего дня никто прогнозированием занимался? Никто не понимал, что у нас произойдет именно сегодня и сейчас? Почему нельзя было построить эти фермы, когда евро-доллар был 104 рубля, а не 54? Ой, это забары, как он, евро-доллар? Нет. Нет, где вы, начальники штабов, были? Я знаю, что такое военный штаб. Мне не надо сказки рассказывать и карты рисовать. Я это все наизусть знаю. Я занимался военной историей. Вот. Где прогноз на пятилетку, на 15 лет? Где это все было? Почему у нас не создано было? Почему мы не вырыли окопы? А окопы должны были вырыть чем? Мы должны построить было сенофермы, мы должны были пригнать все эти канадские трактора, которые строили тогда еще копейки, должны были пригнать все эти белорусы сюда и создать здесь базу. Яблоки посадить надо польские, яблоки привезли бы, они рушили бы виноградники на Кавказе. Кто? Где этот начальник штаба, который... Денькие партнеры. Да. А сейчас... Которые вы предлагаете сегодня сотрудничать? Нету. Что, критикую предлагать? Нет, я не критикую предлагать, я спросил. Нету. Значит, что сейчас надо сделать? Сейчас надо развернуть и не искать в Северной Америке или в Южной Америке, в Мексике или еще где-то, кто нам будет эту колбасу сюда везти или этих кенгуру забивать и мясо сюда везти. А разверачивать это гублин и не там заключать договора о поставке мяса, а здесь заключать договора о поставке мяса. Никто не приехал и в Курганской области, ни через сельское управление, ни через сельское хозяйство Курганской области или Катайской области и поинтересовался, сколько у нас здесь горло. Как во время Великой Отечественной войны или вообще во время любой какой войны? Знаете, что у нас существует казачество? Знаете, что у нас там есть атаманы, есть у нас кашевые атаманы, которые до сих пор отвечают за количество, сколько у него людей на поселении, на хуторе, как сейчас называют они там все это, сколько у этих казаков лошадей, как раньше это было у царя, сколько лошадей пашет, сколько можно в строй поставить. А у нас их лошадей, на, в строй поставили, там бомбы их накрыло все и баб опять закрепли и пашем. Предложение это одно, развернуться в нашу сторону, финансовые это потоки повернуть туда, где оно есть, а не в Польше или в Молдаве яблоки собирать. Их здесь надо ростить. Здесь в мою бытность выращивали дыни, выращивали арбузы, а сейчас ничего нет. Ни картошки, ни арбузы, ни на нас движется. Или мы в кост на себе находимся, где мы вообще находимся, что мы делаем, куда идем. Вот это вообще непонятно, все молчат. Во-первых, как ты сказали, вот мы очень много, отработали нас, мы отчитались, опубликовались. Хотите? Читайте. То есть это и есть система, новая система образования. Она называется самообразование. А если тебя что-то интересует, ты идешь и ищешь, открываешь интернет, заходишь, задаешь вопрос, этот источник тебя приводит до отклады и ты все это дело узнаешь. У нас есть сегодня официальная идеология государства, это концепция общественной безопасности, это научная работа, которая была создана в Советском Союзе в космических войсках. Для нас сегодня официально принято Путином Владимиром Владимировичем. Почитайте, очень интересно. Это научная работа, которая говорит о психофизике государства, психофизическом, дает психофизическое понимание процессов, которые происходят в обществе. Ну и все это позитивно. Всех кинули по дневному, нормально. Мы всегда всегда обижаться нечего. Нам вообще обижаться нечего. Мы еще живем вообще хорошо. У наших поколений вообще обижаться нечего. Мы живем припеваючи. Наши деды, блин, все это делали. Вкалывал редактор. Отцы тоже, блин, молодец. Управление сельского хозяйства вкалывало. Дома не ночевал. Начальник городских надзоров был. И еще. Я хорошо живу. Пусть, пусть. Но не говори, что он плохо. Тогда я тебе говорю. Вот мы живем хорошо. Нужно как-то это. Спасибо. На что хотя бы жили остальные хорошо? Потому что если что-то будет как на Украине, сейчас тогда говорю, ладно. Они к нам пойдут все. Скажешь, о, предприниматели. Вот, бухотажный домик. К нам выбегут. Ну, цели-то, то есть, вот. Гребни исчезают. Ну, через сколько-то лет исчезнут такие города, как Катаяц, исчезнут. Потому что миграции уйдут все в Екатеринбург. Потом три бомбы, и нет России. Не исчезли. Иначе астрок сгорал. Нам надо, вот они все. Развиваем мегаполисы. Нам надо покупать государства на государственной основе. закупать мясо там, молоко там, все там. В Беларуси и так далее. Там мы эти деньги тратим там туда. Потому что мегаполис надо кормить. Да. А наоборот людей отсюда. Тогда получается напросто расселить мегаполисы? Да. Не надо еще расселить. Пока еще. Сами побегутся. Они сейчас уже бегут. Все эти кредиты, кредиты, все это сейчас закончится. Их выселят из квартир. Какие, уже все это. Какого-нибудь богатника. Работать-то здесь никому. Даже если сюда сейчас на Руси, ты людей привезешь вагон, какой-то шелон привези. Они что, смотри, не здесь эту землю будут обрабатывать. Нет базы, кончили все. Все, все предприниматели пораспродавали эту технику. Потому что раньше ее стояло по десяткам возле дома. По пять, по шесть тракторов стоял. По шесть, по семь комбайн. Сейчас все, нет ничего. Хоть обезьян сюда привези, хоть компьютеры сюда привези. Нету нечем это делать. Нечем зарабатывать деньги. И никому. И нечем обрабатывать. И скоро кормить их нечем будет в этих больших городах. Есть кому просто люди плохо живут. А мы деньги вкладываем в то, что мы в Мексике покупаем. Просто Бог поднять людям всех. Чтобы они не... Кто съездил это? Кто съездил это? В Мексику или куда область? В Аргентину. Почему они туда ездили? Договора заключать. Какие? А поставьте мясо в Кургавскую область? Не только в Кургавскую. Но... Мы сегодня... Знаете... Знаете... Наши деньги закупили там, да? Не-не-не. Вопрос-то в чем состоит? И дайте денег не нужно денег, они сами вырастут. Все. Я дадут. Сегодня, допустим, у нас 17... Не надо денег. Нам... Мы никто денег здесь на вопрос. Нам же можно... Почему не брать его? Я прошу. Вопрос-то. Я попрошу. Я всегда говорю. Дайте заработать. Дайте... 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 У нас не только в Курганскую область. Это в Свердловске. Это в Тюменске. Это в Челябинске. Это... Частные. Частные. Не могут реализовать мясо. Ну вот... Я к чему это говорю. Мы закупаем, а наши все мелкие. Товарные. Не могут мясо... В Беларуси везем молоко... Мы все проблемы... Давайте... Мы все проблемы... Давайте... Про мясо, Евгений... Здесь дать нечем. Не... Ну... Позитив давайте. Да конечно. Чего мы... Мы все мясо продали. Все... Все... Шуршукаев... Вот мы с ним перед Новым годом говорили... Нет... Давайте... Мы позитивы тоже рады. Только... Не Бома грустно. За два дня все продал. Подожди... Продай... За рубль у тебя... Нет... Хорошо продал... Головой надо... Хорошо... Погоди... Выделили сколько... Сто миллионов или миллиардов... Чему сельскому хозяйству... Это ты где по России? Ну да... 15... Не... Ну вот они стоим... Стоим миллиардов... Или что они там... Что вы говорите? Ну открой новости... Прочитайте... Ну да каких сто то? Если бы сто миллиардов выделено было... Ну миллионов... Или сто миллионов нет... Пятнадцать миллиардов... Не надо... Сказки рассказывать надо... Тебе сейчас... Ну ты посчитай... Давайте закончим с философией... Да... С философией... Слово... Выделили... Кому? Адресата нет... В смысле чего не имеем? Сельскому хозяйству... Сельскому хозяйству... Вот у нас понимаете это... Вот... Пусть его... Адресата нет... Ну ты хоть так мне это сам... Слово сельское хозяйство — это кавкос насеченного дыра. Выделили. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.